Приветствую вас! В первую очередь мне бы хотелось, конечно, определиться с тем, что у вас за запрос. То есть, собственно говоря, какой запрос у вас вообще к психологам, да? Вот вы говорите, что хотите, чтобы мы вам помогли, и помочь-то вам, в принципе, можно. Но я думаю, что нужно определиться вам, чего вы хотите для начала, потому что непонятно пока. Очевидно, что вы чересчур привязаны к своей дочери, очевидно, что вы эмоционально от неё зависимы, очевидно, что она для вас, я бы сказал, слишком сильно, что ли, важна. И это не может быть хорошо для ребёнка, потому что привязка к маме сделает её потом менее самостоятельной. А я вижу то, что вы не уверены в себе, по этой причине вы, я полагаю, не хотите, чтобы бабушка общалась с внучкой и боитесь, что она назовёт её мамой. А что, собственно, такого страшного произойдёт, если ребёнок назовёт бабушку мамой? Это первое. Второе. Ну, вы знаете, ребёнок не назовёт мамой, не назовёт мамой ту, кто мамой для него не является. То есть, если, грубо говоря, вы являетесь мамой для своего ребёнка, то всё, как бы, больше мамы у неё не будет. То есть, это невозможно никак, никак не возможно, чтобы ребёнок считал мамой кого-то ещё. Для этого нужны очень серьёзные обстоятельства. Если бабушка хочет, чтобы её дочь, чтобы ваша дочь была для неё, как второй, ну, как, чтобы ваша дочь была дочерью для неё, то это просто желание. Это не означает, что она будет называть, значит, это не означает, что она будет называть, ваша дочь будет называть бабочку именно мамой. С чего вы это решили? Такое впечатление, знаете, что для вас ребёнок стал каким-то, вот, знаете, последним оплотом вашей значимости или ценности, может быть. То есть, вот, вы себя значимо и ценность не чувствуете, потому что, ну, муж у вас, маменький сынок, как вы говорите, да? То есть, тут ещё момент такой, как вы его выбрали, такого, и, собственно, если вам это не нравится, то почему вы вообще выбрали тогда его, вот, или вы думали, считали, я не знаю, рассчитывали, что он поменяется, вот. То есть, мне думается, что, мне думается, что здесь нужно разбираться более подробно с этим, да? То есть, как вы относитесь вообще к мужу, вот, какие у вас отношения с мужем. Но, но, пока что, пока что, я вижу у вас неуверенность в себе и, значит, возможно, возлагания на ребёнка каких-то своих собственных, значит, амбиций, желаний и так далее, что, опять же, для самого ребёнка, ну, не является чем-то правильным и хорошим, потому что всё это мешает ребёнку по факту свободно развиваться, вот. Вот это то, что я вижу. Вижу я и определённый негативный вектор поведения вашего, правда, не совсем пока понимаю, какой именно, да, то есть, что там у вас за вектор, какой он, либо, либо, либо вы жертвы, либо вы сами склонны контролировать, эээ, например, любимого человека, но, эээ, чем-то обусловлен тот факт, что вы выбрали себе, эээ, такого мужчину, который, эээ, зависит от мамы. Вот, эээ, с чем-то это связано. И, на мой взгляд, ну, чем быстрее вы это выясните для себя, тем для вас будет лучше. И дочери, кстати говоря, тоже от этого будет лучше. Дочери будет легче, дочери будет свободнее, спокойнее и так далее. Вот. То есть здесь, конечно, вот, ну, нужно разбираться с причинами вашего страха, вот, чего вы боитесь, в чем опасность для вас. Знаете? Потому что, ну, получается так, что боитесь вы, да, ээ, вот, боитесь вы, а страдает, ээ, по факту страдает ребёнок. Почему страдает? Потому что общение с бабочкой ему необходимо, да, то есть, ну, именно, вот, взаимодействие с бабочкой нужно. Другое дело, что количество, эээ, и, наше, ну, количество и место общения, эээ, выбираете только вы, вот, это да, это именно так. Но, бабочке, бабочке, бабочке нужно общаться с внучкой, а внучке нужно общаться с бабочкой, это, эээ, очень полезно для неё. А вы боитесь со мной разобраться своими страхами. Эээ, как я думаю, вы боитесь либо быть броженой, либо быть ненужной, либо одиночеством. Ну, по сути, в основе, эээ, всего этого, значит, либо личностная незрелость, либо, эээ, значит, эээ, неуверенность в себе и заниженная самооценка. Вот. То есть, вы боитесь, что бабочка, бабочка будет, эээ, лучше, эээ, вас. Вы боитесь, что бабочка будет, ээээ, ну, знаете, как, ээээм... Заменит вас. Бабочка заменит вас. Вы боитесь, что она заменит вас. На самом деле, эээ, ни о какой замене речи не может быть, эээ, вообще, в принципе. Вот. потому что маму заменить, ну, в общем, нельзя, вот, а вы, ну, как бы вы не накладывали на своего ребёнка, вот, скажем так, значит, свои ожидания, которые у вас не оправдались в контексте, ну, например, того же мужа, вашего, вот, или, может быть, чего-то ещё, я, конечно, не знаю, вот, значит, так, вы пишите, у меня есть свекровь, которая, во-первых, делает из моего мужа маленького, маленького сынка, и об этом все говорят, ну, про выборы я уже сказал, а как вы относитесь ко мнению вообще других людей, то есть, вот, как часто мнение других людей для вас имеет значение, и насколько мнение других людей имеет для вас значение, насколько, насколько важное значение имеет для вас мнение других людей, вот так вот можно задать вопрос, то есть, какая разница говорит об этом кто-то, если мама действительно делает из вашего мужа маменькиного сынка, то это история о том, что он сам хочет быть маменькиным сынком, то есть, не нужно снимать, грубо говоря, да, ответственность с него за это, он этого тоже хочет, и это на данный момент является его выбором, по сути дела, его устраивает то, что происходит, то есть, ему нравится, как обстоят дела, он не хочет, вероятно, ну, что-либо менять, и возникает вопрос, если человек не хочет что-либо менять, да, так, что, наверное, нужно, в таком случае, чтобы вы предоставили ему стимул, как, как вы думаете, стимул для того, чтобы поменять, вот, как вы считаете сами, если вы согласны с этим, то я полагаю, что, ну, уже можно будет продумывать свою модель поведения, чтобы у мужчины появился стимул меняться, если вы ничего не делаете для того, чтобы он, значит, менялся, то он и не будет меняться, соответственно, ну, в таком случае, он не будет меняться, а зачем он меняться, если у него все есть, его все устраивает. Так, дальше идем, так, значит, с тех пор, как родилась наша дочь, наша дочь не один раз намекала бабочкам, мол, ее бабочка, бабочка бабочки, была для нее второй мамой, и как будто хочет, чтобы и для моей дочери она была сама второй мамой. Меня это очень объявляет, ведь я как собственностью, может быть, считаю, что мама одна и никого другой ее не заменит. Ну, так правильно, что вы считаете правильно, только вы не замечаете того, что, по сути, по сути, вы, во-первых, восприняли намек, то есть даже нет никакой точной информации о намерении бабочки, а во-вторых, вы считаете, что, ну, что ситуация реально может как-то выйти так, что игрок действительно заменит вас, вот как это, как это может быть, я исключительно в маниплинула. Как может бабочка заменить матч, каким образом это возможно, я не могу представить. То есть, поймите правильно, вы верно понимаете ситуацию, вы понимаете ситуацию так, что мама одна и никто ее заменить не может. Не может! Давайте, то есть, можно хотеть, но нельзя заменить. Ну, вот. А ваша история такая, что если вы посчитали, что заменить не может, то вы делаете все, чтобы этой самой замены не было. И тем самым отдаляете свою дочь от себя, бабочку отдаляете от себя, мужа отдаляете тоже от себя, всех отдаляете от себя. По факту. По сути дела. И в итоге проявляете себя как, ну, достаточно неуверенную личность, неуверенного человека. Вот. И вот, я, если честно, не думаю, что это, что это правильно, верно, что это хорошо для вас. Но это также, это также говорит о том, что вы, еще раз повторяю, неуверенны в себе. Вот. А почему неуверенны в себе? Этого я, конечно, не знаю, потому что нужно разбираться. Вот. Дальше идем. Значит, ее, так, несколько раз, она ее несколько раз называла доченькой. Ну и что, я очень боюсь с укрой встречаться, не могу оставить с ней мою доченьку. На психологическом уровне боюсь она вообще, и какие у нее мысли. И не очень по нему понятно, вместо чего вы боитесь, что для вас именно представляет опасность. Видно, что ей это не нравится, ну, естественно, она бабочка, она бабочка, она имеет право видеться с внучкой, а вы ее, 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 значит, ну, вы не позволяете ей этого делать. Это, естественно, не нравится, это никому не понравится. Вот. И как бы это нормальная реакция здесь. Так, значит, когда я своей маме буквально на часики, то очень редко оставляю свою дочь, стараюсь сама за ней смотреть, только в крайнем случае. Вот. Ну, здесь у меня тоже, как бы, вот, вопрос, ба, то есть, откуда такое реанное вообще, реанное стремление присматривать за дочью. Если вы как будто боитесь ее потерять. Вот. Скажет вопрос о том, насколько вы целостны, и насколько у вас есть еще другие направления, кроме вот этого. То есть, являетесь ли вы, кроме-кроме матери, еще кем-нибудь? Так. Муж на меня из-за этого обещается, ведь для него мама это все. Ну, опять же, вы понимаете, вы говорите, что для него мама это все. С восхитительным знаком. Расчет или плохо? Давать оценочные рассуждения этому, мне кажется, некорректно, потому что, как бы он с мамой не взаимодействовал, это его мама, и это уже, значит, ну, это уже случилось, так или иначе. То есть, так или иначе, случилось то, что он видит своей маме вот, собственно, все, как вы говорите. Ну, вот. И это не хорошо и не плохо, это просто есть, понимаете? Вот. И вы либо это принимаете и понимаете, либо нет. по сути дела. Знаете, какая история, какая история. Вот. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, нужно вот, эм, вам разобраться с тем, как вы вообще воспринимаете себя и своего мужа. Вот. Знали ли вы о том, что он вот такой, что у него такое отношение к маме? Если знали, то, соответственно, эм, ну, если знали, то как к этому относились? Вот. Ну, я, в принципе, об этом говорил уже. Так? Вот. Эм, дальше идем. Дальше идем. Так. Бывает, моя мама говорит, ну, оставь ты ее, она ведь бабочка. А я не могу. Что, значит, не могу? Очень боюсь, что и моя дочь будет называть ее мамой. Как она этого хочет. Как она этого хочет. И что? Что страшного-то произойдет? Попробуйте вот это чувство дальше пропустить. Попробуйте это чувство дальше пропустить. То есть эм, что случится. Ну вот назовет она, там, скажем, ну, назовет она эм, бабочку, м, м, матери. и, и что, понимаете. Вот. То есть мне кажется, что вот этот момент нужно все-таки разобрать. Вот. Потому что это важно. Важно, чтобы вы для себя поняли, чего вы боитесь. Конкретно, именно вы. Вот. И чтобы от этого не страдал ребенок. Вот. Ну, я думаю так. Значит, дальше идем. Так, беда, и приходите к нам чаще, пока она вообще у нас поселится. Я в ней уверена. Совсем запуталась. Я. Помогите. Ну, честно. Ну, дай ей. Приходите к нам чаще, она вообще поселится у нас. Я не очень понимаю, почему она поселится. С какой статей ей селится у вас. То есть мне кажется, начать нужно вам с себя. Сперва вообще с себя. Просто с анализа восприятия себя и с мониторинга ваших собственных конфликтов и противоречий, которые идут у вас. Скорее всего еще с детства. Ну, с детского периода. Вот. Потом отношения с мунем обязательно нужно будет разобрать и рассмотреть. А уже дальше, потом, после этого уже можно будет говорить и о свекрови. Вот. А то у вас как-то, знаете, все скучно. Кучу намешано. Вот. Просто в кучу все намешано у вас. Вот. Что, в общем-то, не добавляет ясности в вопрос. А вопрос важный. Ну, для вас, очевидно. Вот. Поэтому торопите. Вперва подумайте, чего боитесь вы, откуда идут эти проблемы. Потом можно пересмотреть отношения с мужем. Может быть, как-то скорректировать свое поведение. А дальше уже все само собой нормализуется в контексте отношений со свекровью. Вот. Все само собой нормализуется. Вот. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok